Здравствуйте! В эфире программа фальсификации и разоблачения. Армянские псевдоисторики постоянно ссылаются на какие-то вымышленные или неточные исторические источники. О лживых, так называемых, древних армянских источниках мы поговорим с историком-публицистом Аббасом Исламовым. Аббас, здравствуйте! Добро пожаловать к нам в студию. И первый мой вопрос. Каким периодом датируются так называемые древние армянские источники? Древние армянские источники в целом их в основном относят к V и VI веку. Но дело в том, что прежде чем говорить о том, откуда происходят эти древние армянские источники, я думаю, имеет смысл в целом объяснить нашим зрителям о том, что такое мифология, национальная традиция, историческая национальная традиция, которая существует у многих народов. Например, есть такие понятия, как германская традиция в истории, греческая традиция в истории. Что она представляет собой? Это совокупность всех мифов, легенд, преданий, в целом образующих национально-традиционное представление того или иного народа о своем прошлом, о своем происхождении. Например, самая популярная, наверное, это греческая традиция, которая повествует нам о великих греческих богах, о всяких титанах, чудовищах и так далее, о известных творцах мира, таких как Зевс, Гера, Аполлон, которые создавали людей, таким образом возникла Эллада, Эллина и прочее. То есть, вот это есть традиционное историческое представление греков о своем происхождении, которое передавалось из поколения в поколение, из устно, потом записывалось и так далее. Такая же историческая традиция есть и у армян. Она тоже состоит из различных мифов, преданий, в которых есть также титаны, гиганты, всякие чудовища, монстры. И существует очень много преданий, просто в качестве примера, например, преданий о том, как возникла династия Ервандидов, в которой говорится о том, что как некая древняя армянская женщина воспылала страстью к быку, и бык ответил взаимностью, и потом вот в этой взаимосвязи она зачала и родила Ерванда II, который стал родоначальником династии Ервандидов. Ну, то есть, неважно, из какой дремучей первобытной древности происходят подобные мифы, важно то, что в совокупности они представляют собою национально-традиционное представление народа о своем происхождении. Очень важно отметить одну существенную особенность, что отличает армянскую традицию от всех остальных традиций. Дело в том, что, например, та же германская традиция или греческая традиция, они существуют как бы обособленно от официальной исторической науки. Например, греческая мифология, хотя она и освещается в публицистике, в книгах там и так далее, но тем не менее, она не замещает собою историческую науку. Вот существенное отличие армянской традиции в том, что она замещает собою историю. Армянская традиция не существует в отрыве от официальной исторической школы. Она является ее неотъемлемой частью. То есть она до такой степени гипертрофирована, сливаясь с национальной исторической доктриной, что она уже превратилась в некое идеологическое образование. Она преподается и пропагандируется буквально начиная с детского сада до высших учебных заведений. И вот это существенное отличие ставит армянскую традицию и в целом всю армянскую историографию в такое уникальное положение. И вот в этом плане центральное место в этой традиции, в этой историографии занимает одно из тех самых классических сочинений, о которых вы спрашивали, сочинение «История Хаев» Моисея Харенского, которые относят к 450 годам, то есть к середине V века. Вот это и есть причина, по которой армянская историческая наука, армянская историческая школа, армянская историография в такой степени она переплетена с армянской мифологией, с армянскими преданиями, легендами. Во многом эта традиция заполнена измышлениями, выдумками, вымыслами. И все это вместе образует ту самую историографию, в центре которой находится сочинение Моисея Харенского. Абасмарин, какая общая концепция прослеживается в древних исторических источниках? Вы имеете в виду армянских древних исторических источниках? То есть древние исторические источники их сегодня и в пределах армянской исторической школы, и за ее пределами называют классической литературой армянской. Общая концепция, которая в ней прослеживается, я бы ее назвал тотальной хаизацией истории всего региона, всех народов, которые заселяют регион Малой Азии, Южного Кавказа, современного Ирана и даже Центральной Азии. Вот это и есть та общая черта, которая на базе мифов, выдумок, измышлений, фальсификаций и так далее, она направлена на то, чтобы представить всю историю этих народов как историю одного хайского народа. То есть народа, который фактически в те времена, на которые ссылается эта классическая литература, он попросту не существовал. Вы не найдете определения ни хай, ни страна хаев, ни хай, хайоц, хайерен, хайастан и так далее. Вы этих определений не найдете ни в одном историческом источнике на тысячелетия в прошлое. За исключением того момента, когда эти названия начинают появляться в средневековой, прежде всего, самой же хайской литературе, и уже в позднем средневековье их упоминают как гайканский народ, скажем, у историков других исторических источников других народов. Но в целом вот общая концепция, которая там присутствует, она присутствует просто красной линией, она проходит через все эти сочинения, она и заключается в том, чтобы представить всю историю всех народов, которые заселяли, все государства, которые существовали там, Персия, Парфия, народы, которые оставили действительно глубокий след в истории, скажем, Малой Азии и Ближнего Востока, арамейцы, греки, персы и прочее, что все это и есть история хаев и хайастана. Абасмирин в большинстве случаев армянские псевдоисторики ссылаются на вымышленных авторов. Есть ли другие неармянские источники, которые подтверждают, что эти авторы на самом деле вымышленные? Дело в том, что в основном в пределах этой классической литературы эти источники самой армянской литературы, они ссылаются как бы друг на друга. То есть даже написанные в более поздние времена ссылаются на тех, кто писал в более ранние времена. Но этих авторов и эти источники, эти названия, эти использующиеся в этой классической литературе названия народов, топонимов, царей и прочее вы не найдете в других источниках. То есть они присутствуют в основном в самой этой армянской классической литературе. Например, очень широко распространена такая сумма информации о царях древних армянских, когда называют Артаксия хайским царем, Тиграна хайским царем, Теридата хайским царем и так далее. Эти люди действительно есть в греческих источниках, они есть в римских источниках, но их нигде, никогда никто не называл ни хаем, ни хайским царем. Они были в основном или правителями того самого географического региона, который носит название Армения. Его древнее происхождение из персидского языка, оно, в общем-то, известно. Арминна, верхняя манна, то есть это название возникло впервые в надписи бехистунской Дария Великого, когда он, двигаясь с востока на запад и уже фактически захватив низинную манну, поднялся в горы, и они захватывали высокогорье восточной Армении, того самого восточной Анатолии региона, который они называли верхняя манна, то есть как вот по аналогии с Азербайджаном, скажем, Нижний Карабах и Верхний Карабах. То есть во верхнем понимании это было хар-минна, верхняя манна. Хар это и есть юхары, то есть верхняя манна. И нигде, ни в одном из этих источников, ни в, скажем, древнееврейских, израильских источниках, ни в источниках древнеперсидских, древнегреческих, древнеримских, вы не найдете никакого упоминания даже о том, что там могло быть присутствовать этническое название Хай. И все эти цари, все эти правители, которые существовали там, их этническая принадлежность называлась, их называли либо происхождение скифское, их называли сгузаи, то есть сгузаи фактически были происхождение гузами, то есть огузами. И другое название, которое широко применялось, это их называли персами или же парфянами. Персы, парфяне, кузы. То есть вот этническое, если говорить об этническом происхождении этих названий, то вот они есть, они присутствуют, но нигде нет никаких хаев. А были ли армянские источники, которые не соответствовали национальной концепции и в дальнейшем были уничтожены? Я думаю, что таких источников было много. Дело в том, что многие источники, которые не соответствовали этой концепции, поразительным образом их продолжительность жизни наблюдается до того момента, когда начинается армянский перевод. После возникновения армянского перевода, скажем, древнегреческого источника, этот древнегреческий источник пропадал. То есть создавая перевод каких-то греческих историков, произведений греческих историков, у вас на руках остается только армянский текст, то есть перевод на хайский язык. И нет никакой гарантии, что это действительно точный перевод того греческого первоисточника, потому что первоисточник, его жизнь обрывается на той дате, на которой появляется армянский перевод. И таких произведений десятки. Абас Малим, спасибо за столь содержательное и интересное интервью. Напомню, что у нас в гостях был историк-публицист Абас Исламов. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok